Хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение возможности обсудить новые стратегии в лечении немелкоклеточного рака легкого. Почему это так важно для нас? Если мы посмотрим на традиционный подход в онкологии, который торжествовал в течение десятилетий, то оказалось, что в нашей специальности отмечается самый низкий уровень ответа на стандартную терапию. Если анальгетики помогают примерно 90% пациентов, антиаритмические препараты эффективны в 60-70% случаев, то вы видите, онкология занимает последнюю строчку и на круг без персонализации наши лекарства эффективны всего лишь у 20 с небольшим процентов пациентов. Цель наших усилий последних лет – это повышение эффективности путем персонализации терапии и разработки новых лечебных стратегий. В отношении немелкоклеточного рака легкого персонализация терапии строится на учете гистологии, клинических факторов и молекулярно-генетических нарушений. До прошлого года существующие подходы в выборе алгоритма первой линии терапии распространенного немелкоклеточного рака легкого требовали учета гистологии, определения драйверных мутаций и, соответственно, варианта выбора терапии в зависимости от наличия мутаций или при отсутствии мутации решения вопроса о пригодности к терапии бевоцузумабом и проведении комбинированной химиотерапии с включением препаратов платины. В зависимости от ответа решения вопроса о поддерживающей терапии и при прогрессировании терапии спасения, как ее называли, или вторая линия терапии, причем во всех рекомендациях практически на первом месте всегда стоит участие в клинических исследованиях, но, к сожалению, очень редко подходящее клиническое исследование есть в данный момент для пациента. Наш арсенал несколько обогатился в прошлом году, в том числе и арсенал доступных препаратов для второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого в Российской Федерации. У нас появился ниндотониб, который достоверно увеличил медиану общей выживаемости пациентов. Обратите внимание, цифра очень высокая – 12,6 месяца. И появился ромуцерумаб, который в комбинации с дотстакселом обеспечивает медиану общей выживаемости в 10,5 месяцев. И препараты были одобрены во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого. Таргетная терапия. Большое количество драйверных мутаций. Мы прослушали блестящую лекцию, причем эти мутации выявляются как при аденокарциноме, так и при плоскоклеточном раке легкого. Но оказалось, что подавляющее большинство пациентов европейской популяции не имеют на сегодняшний день биомаркеров, пригодных для индивидуализации терапии. Это вот эти серые зоны. Но и значительная часть маркеров, которые выявляются, к сожалению, эти пациенты не могут в реальной клинической практике получать таргетную терапию в соответствии с редкими какими-то нарушениями и мутациями. Это опять-таки все тема для дальнейших научных исследований. Что в отношении иммунотерапии? Достаточно давно было показано, что немелкоклеточный рак легкого является очень перспективной мишенью для изучения различных методов иммунотерапии. В частности, инфильтрация опухоли цитотоксическими эффекторными лимфоцитами коррелировала с улучшением прогноза и безрецидивной выживаемости при немелкоклеточном раке легкого. Напротив, известная популяция Т-регуляторных клеток или ФОКС-П3-позитивных клеток – это клетки, подавляющие иммунный ответ, минорная сопопуляция. Увеличение инфильтрации опухоли этой сопопуляции коррелировало с неблагоприятным прогнозом в отношении выживаемости больных немелкоклеточным раком легкого. С чем связан многолетний, даже многодесятилетний интерес онкологов к иммунотерапии, которые, в общем-то, как птица-феникс, каждое десятилетие возрождается из пепла только на новом уровне? Он связан с особенностями кривых выживаемости. Вот справа мы видим типичные кривые выживаемости в исследованиях под таргетной терапией. Обычно выигрыш в медиане выживаемости, но рано или поздно кривые сходятся. Принципиально от этого отличаются кривые выживаемости в исследованиях по иммунотерапии. Достаточно долго никаких различий нет. Как правило, различий в медиане выживаемости не регистрируются. Но, начиная с какого-то момента, кривая выживаемости больных, которые получают иммунотерапию, выходит на плату. И продолжается в виде этого плата очень долго. О чем это говорит? О том, что определенная часть больных, как правило, это 20-30%, имеет существенный длительный многолетний выигрыш от проведения иммунотерапии. Причем, в принципе, с учетом длительности мы можем условно назвать это выздоровление. Мы представляли иммунную систему много лет как благо, как способ защиты организма против опухоли, но в результате исследований последних лет сформировалась концепция иммуноредактирования, которая несколько изменила наше понимание роли иммунной системы в развитии и прогрессии рака. На сегодняшний день взаимодействие организма и иммунной системы принято делить на три этапа. Самый ранний этап – это этап доклинический, этап элиминации, этап осуществления эффективного иммунного надзора над опухолью, эффективное образование представления антигенов, результативная активация, эффекторные иммунокомпетентные клетки, и вы видите, что им, по крайней мере, удается долго сдерживать рост опухоли, а может быть и уничтожать опухоль в каких-то ситуациях, о которых мы не знаем, потому что она просто не появилась. Следующий этап – это этап равновесия или спящего рака, когда опухоль учится избегать атаки иммунной системы. Этот этап характеризуется генетической нестабильностью, появлением новой мутации, гетерогенностью опухоли и иммунной селекции. Иммунокомпетентные клетки убивают часть опухолевых клеток, таким образом отбирая нечувствительные атаки популяции. И взаимоотношение переходит в следующую, последнюю фазу – фазу уклонения, которая характеризуется прогрессированием опухоли. При этом важнейшую роль в прогрессии опухоли и в уклонении опухоли, в ускользании опухоли от иммунной системы играет опухолевое микроокружение – сложнейший комплекс взаимодействия различных клеток и иммунных процессов. Важнейшую роль в этих взаимодействиях играют дендритные клетки, эффекторные клетки, огромное количество цитокинов, фибробласты, стромы опухоли, молекулы антигена главного комплекса гистосовместимости, опухоли ассоциированные антигены и многие-многие другие. И наша задача в отношении иммунотерапии – это активировать активирующие сигналы или звенья иммунитета и заблокировать блокирующие или ингибирующие сигналы. И исходя из этих задач, достаточно много различных направлений иммунотерапии при раке легкого на сегодняшний день изучается. Это и пассивная иммунотерапия или адаптивная иммунотерапия, и активная иммунотерапия, антигензависимый и антигеннезависимый под вариант, о котором мы сегодня и будем говорить. Итак, вернемся немного к теории. Ключевые эффекторные клетки, участвующие в противоопухолевом иммунном ответе, это три большие популяции – натуральные киллеры, тех-хелперы, и важнейшая популяция – это CD8-позитивные эффекторные т-лимфоциты, которые и разрушают опухолевые клетки. Ключевые цитотоксические эффекторные молекулы – это белки, перфорин, гранзимы и другие. Рассмотрим схематические фазы Т-клеточного иммунного ответа, который должен уничтожить опухолевую клетку. Первый этап – это освобождение опухолеассоциированного антигена, захват его дендритной клеткой, дендритная клетка процессирует опухолеассоциированный антиген и готовит его для представления Т-лимфоциту. Следующий этап – в лимфатическом узле дендритная клетка передает информацию об опухолеассоциированном антигене наивному Т-лимфоциту. На этом этапе ключевую роль в передаче информации в блокаде этого этапа играют молекулы CTLA-4, мы о них хорошо знаем, но вот в тему моего сегодняшнего доклада этот механизм блокады не входит, поэтому пойдем дальше. Активированный Т-лимфоцит идет к опухоли и должен ее уничтожить, он должен распознать опухолиассоциированный антиген, высвободить литические энзимы и индуцировать апоптос или гибель опухолевых клеток. И в контексте вот этого механизма мы можем выделить два опухолевого фенотипа. Это невоспалительный опухолевый фенотип. Хочу обратить ваше внимание, что слово «воспалительный» в англоязычной литературе имеет совсем не такой смысл, как в русскоязычной литературе. В англоязычной литературе под воспалительным фенотипом понимают любую инфильтрацию ткани иммунокомпетентными клетками, тогда как у нас воспалительный, ну, связанный исключительно с воспалением. Итак, невоспалительный опухолевый фенотип – нет лимфоидной инфильтрации. Почему? Потому что сбой в работе иммунной системы произошел на каких-то более ранних этапах. Например, опухоль ускользает от иммунного надзора путем утраты антигенов главного комплекса гистосовместимости, маскировки опухоли-ассоциированных антигенов, каких-то дефектов функционирования дендритных клеток, секреции супрессивных цитокинов и так далее. И, собственно, работать над поиском методов иммунотерапии нужно именно на этих более ранних этапах. И второй фенотип – воспалительный, когда есть лимфоидная инфильтрация, есть рекрутмент Т-клеток. Но опухоль растет, и наши механизмы почему-то не работают. Давайте посмотрим, как это может происходить. Итак, наш активированный Т-лимфоцит направился к опухоли, но не уничтожают ее, потому что доминируют негативные регуляторы иммунитета. И один из этих механизмов регуляции иммунного ответа – это рецепторы на Т-лимфоцитах. На Т-лимфоцитах есть огромное количество рецепторов, я только несколько здесь привела. Это рецепторы, как активирующие функцию Т-лимфоцитов, так и подавляющие функцию активированного Т-лимфоцита. И наше внимание с вами сегодня посвящено рецептору PD-1 или рецептору программированной смерти, который подавляет функцию активированного Т-лимфоцита. В нормальном организме роль этого рецептора очень важна. Этот рецептор узнает легант для рецептора PD-1, которая расположена на нормальных клетках организма. Этот механизм помогает заблокировать аутоиммунные реакции в здоровом организме и предотвращает повреждения нормальных клеток, например, в процессе воспаления. Что происходит с опухолью? Итак, первичная фаза активации. Дендритная клетка передала информацию наивному Т-лимфоциту, клональной экспансии Т-лимфоцитов, и активированный лимфоцит приближается к опухолевой клетке. Т-клеточный рецептор распознает знакомый опухолеассоциированный антиген. Рестрикция осуществляется с участием молекул главного комплекса гистосовместимости, поэтому, например, один из важных механизмов ускользания опухоли от иммунного ответа это утрата молекул главного комплекса гистосовместимости, и мы в свое время показали, что, например, при раке молочной железы 50% опухоли утрачивают эти молекулы. Но вернемся к распознаванию, а опухоль учится защищаться от Т-лимфоцита и учится экспрессировать леганды для рецептора PD-1. Легандов этих два. Молекулы PD-L1 и PD-L2. И вот практически, когда лимфоцит узнал опухолевую клетку, опухолевая клетка экспрессирует леганд, взаимодействует с рецептором PD на лимфоците, и наступает энергия Т-лимфоцита. Противоопухолевый иммунный ответ не работает. Как мы можем заблокировать этот процесс и ингибировать блокаду Т-лимфоцита? Наша цель – защитить противоопухолевые Т-лимфоциты от иммуносупрессии, заблокировав вот этот патологический путь 5A1 или PD-L1. Очевидно, что мы можем с помощью моноклональных антител либо заблокировать рецептор PD-1 на самом активированном Т-лимфоците, либо заблокировать леганд на опухолевой клетке. И на сегодняшний день у нас есть доступные моноклональные антитела, блокирующие PD-L1 леганд. При этом PD-L2 леганд остается незакрытым. Это упрощенный, схематический достаточно механизм защиты опухоли от иммунного ответа. Кроме того, я должна сказать, что молекула PD-L1 экспрессируется огромным количеством иммунокомпетентных клеток. И на самом деле вот эти этапы взаимодействия рецептор PD-1, молекулы PD-L1 и PD-L2 очень сложны. Но в частности экспрессия PD-L1 на клетках микроокружения, на дендритных клетках, на Т-лимфоцитах-хелперах, на Т-регуляторных клетках, на опухолеассоциированных фибробластах также может ингибировать противоопухолевую активность в Т-лимфоцитах. Итак, что может влиять на эффективность иммунного ответа иммунотерапии анти-PD-1, анти-PD-L1 моноклональными антителами, и каковы предпосылки для применения этой стратегии при немилкококлеточном раке лёгкого? Ну, в первую очередь влияет на возможность реализации иммунного ответа мутационная нагрузка. Мы привыкли говорить о том, что хорошо, это драйверные мутации, мы можем заблокировать. Но здесь оказалось всё наоборот. Чем больше различных мутаций, чем больше мутационная нагрузка, тем больше вероятность иммунного ответа. Ну и вот оказалось, что рак лёгкого по этому показателю практически в лидерах среди других злокачественных опухолей. Причём вот я здесь разделила, если вы обратите внимание, мутационная нагрузка при плоскоклеточном раке лёгкого, который, как правило, ассоциирован с курением, или при немелкоклеточном раке лёгкого, не ассоциированном, неплоскоклеточном, немелкоклеточном раке лёгкого, который не ассоциированным с драйверными мутациями, очень высока. А вот здесь, где-то в конце, рак лёгкого, который у некурильщиков, как правило, драйверные мутации, и, соответственно, мутационная нагрузка, количество различных соматических мутаций, значительно ниже. Ну и, соответственно, и частота ответа на антипидиэль-терапию оказалась значимо выше у курильщиков по сравнению с некурильщиками. А длительность ответа и выраженность ответа зависела от мутационной нагрузки. Большая мутационная нагрузка коррелировала с клинической пользой от иммунотерапии при раке лёгкого. Что ещё влияет на иммунный ответ на опухоль? Это сохранность антигенов в процессе гибели опухолевой клетки. Если опухолевая клетка гибнет путём некроза, освобождаются опухоли-ассоциированные антигены, организм получает сигнал опасности, индуцируется иммунный ответ на опухоль. И именно этот принцип лежит в основе комбинирования лучевой терапии и антипидиэль-терапии. Это новое направление на сегодняшний день. Или гибель путём апоптоза, нет опухоли-ассоциированного антигена, он уничтожается путём деградации, нет сигнала опасности и нет иммунного ответа. Кроме того, ключевую роль, как мы уже слышали из предыдущего доклада, играет экспрессия ПДЛ-1 молекул на опухолевых клетках, так как это один из механизмов ускользания опухоли от иммунного ответа. Оказалось, что при раке лёгкого экспрессия ПДЛ-1 является важным фактором прогноза выживаемости. Вот здесь лучшую выживаемость демонстрируют пациенты без экспрессии этой молекулы на опухолевых клетках. И эти различия регистрируются независимо от стадии немелкоклеточного рака лёгкого. Итак, первое исследование антипидиэль-1 моноклональных антител неволума при распространённых солидных опухолях. Оказалось, что немелкоклеточный рак лёгкого высоко экспрессирует молекулу ПДЛ-1, и эта экспрессия связана как с типом опухоли, так и с иммунной инфильтрацией. При этом на сегодняшний день отдельно оценивается экспрессия ПДЛ-1 на опухолевых клетках и на иммунных клетках. И при немелкоклеточном раке лёгкого, вы видите, выделено красным, как правило, процент экспрессии на опухолевых клетках и на иммунных клетках коррелирует между собой и достаточно высокий. Таким образом, в принципе, по экспрессии ПДЛ-1 на опухолевых клетках и на иммунокомпетентных клетках мы можем подразделить весь немелкоклеточный рак лёгкого на 4 большие группы. Нет ничего ни на опухоли, ни на инфильтрирующих опухоли лимфоцитах. Есть ПДЛ-1 только на опухолевых клетках, есть ПДЛ-1 только на лимфоцитах. Вот, извините, есть ПДЛ на опухолевых клетках, достаточно редко. Есть только на лимфоцитах и есть и на опухолевых клетках, и на инфильтрирующих опухоль иммунно-компетентных клетках. Что ещё может помочь отобрать нам больных? Для иммунотерапии очевидно, что эта стратегия годится далеко не всем пациентам. Генетическая предрасположенность. В частности, в представленной работе, основанной на оценке экспрессии генов 12 химокинов при различных солидных опухолях, в работу были включены данные на 14,5 тысяч пациентов, было показано, что генная сигнатура, связанная с лимфоидной инфильтрацией, с лучшей выживаемостью, и может помочь отобрать нам больных для иммунотерапии, причем перспективы для рака легкого достаточно высокие, и цифры достаточно высокие предрасположенности к хорошему ответу на иммунотерапию. Итак, предпосылки для применения антипидии, антипидии или один моноклональных антител при немелкоклеточном раке легкого, безусловно, есть. Давайте посмотрим результаты первых исследований. Антипидий-1 моноклональные антитела в терапии немелкоклеточного рака легкого, напомню, рецептор ПД-1 экспрессируется на активированных Т-лимфоцитах. Мы с вами знаем кривые выживаемости, знаем диаграммы водопада. При особенности эффективности иммунотерапии мы должны привыкнуть к новым диаграммам, по крайней мере, в первых исследованиях представляются вот такие диаграммы. Первая диаграмма ответа на иммунотерапию, каждый горизонтальный чарт, это один пациент. Кружочком отмечается время до ответа. Вот начали лечение каждого пациента и, соответственно, зарегистрирован объективный ответ. А дальше длительность ответа в процессе лечения, переход на красненький цвет, прекращение терапии, но, тем не менее, видите, в конце стрелочка, но ответ сохраняется длительно. Больной уже не лечится, не прогрессирует, но продолжает сохранять ответ. Мне очень нравятся диаграммы пауки, они очень наглядные, они, правда, подходят для небольших исследований, это все первые исследования. Опять, каждая лапка паука – это один пациент. За ноль принимаются исходные размеры опухоли до начала лечения. Если лапка идет вверх, это значит, опухоль увеличивается, каждая точечка, каждый членник – это этап оценки. Начали лечить – оценили. Вот идет горизонтально, не увеличивается, идет вниз – сразу уменьшается. И обратите внимание, что при иммунотерапии на первом этапе лечения достаточно часто регистрируется либо прогрессирование, либо даже появление новых поражений. Классический химиотерапевт скажет, все, надо заканчивать лечение, но особенность иммунотерапии – это достаточно длительная реализация ответа, так что больные с вроде бы первым прогрессированием могут потом ответить на лечение и длительно сохранять этот эффект. В этом сложность трактовки. Именно поэтому существуют особенности оценки объективного ответа на иммунотерапию, рекомендации по оценке, и появилось такое понятие, как псевдопрогрессия. С чем оно связано? Ну, очаг, который мы измеряем, состоит из опухолевых клеток и из иммунокомпетентных клеток. При классическом ответе опухолевые клетки гибнут, мы зарегистрируем уменьшение размеров очагов. При прогрессировании увеличивается количество опухолевых клеток, а в процессе развития ответа размер очага может увеличиться за счет увеличения лимфоидной инфильтрации. И этот феномен при иммунотерапии описан неоднократно, когда очаг увеличивается. Однако морфологический субстрат – это иммунокомпетентные клетки, и затем наступает ответ и уменьшение. Поэтому очень сложен ответ, объективный ответ на иммунотерапию. Итак, неволумаб антипедиадин моногланальный антител. Антител очень широко изучено при немелкоклеточном раке легкого. Классический пример. В первой фазе вы видите очень длительная выживаемость для части пациентов, примерно 18%, вот это 60 месяцев, 5 лет, напомню, немелкоклеточный, интенсивно предлеченный рак легкого. Вторая фаза, чуть раньше, чуть менее предлеченные пациенты, и опять очень длительный, значительный процент, 27% больных демонстрируют длительную выживаемость. И два рандомизированных исследования, третьей фазы, по сравнению неволумаба с доцитокселом во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого. Плоскоклеточный рак легкого, достоверные преимущества неволумаба по общей выживаемости, опять-таки типичная кривая, и неплоскоклеточный, немелкоклеточный рак легкого, совершенно фантастическая цифра. Вторая линия, напомню, годичная выживаемость, 51%, мы перешагнули один год, и опять вот это характерный длительный эффект у определенной части пациента. С чем мы столкнулись, как я уже говорила, это с тем, что кривые в исследованиях расходятся достаточно поздно. Посмотрите, определенный период времени, как правило, минимум 3 месяца, а то и 6, 7, 8 месяцев кривые идут или вместе, или расходятся незначительно. Именно поэтому эксперты сейчас обсуждают, что отбирая больных на такой вид иммунотерапии, нам, наверное, нужно будет исключать пациентов с быстрым, с бурным прогрессированием, потому что мы просто можем не дождаться у них ответа. Давайте два слова поподробнее. Неволумаб в сравнении с доцитоксилом во второй линии, не плоскоклеточного, не мелкоклеточного рака легкого, после неудачи стандартного платинового дуплета, плюс-минус ингибиторы тирозинкиназы. Посмотрите на выживаемость без прогрессирования болезни. Даже создавалось впечатление какое-то, на каком-то этапе вы видите, что неволумаб проигрывает выживаемости без прогрессирования болезни. Но, опять-таки, через какой-то период времени все встает на свои места. И, как я уже говорила, исследование оказалось успешным. Неволумаб продемонстрировал достоверные преимущества по общей выживаемости больных. Подгрупповой анализ в зависимости от экспрессии PD-L1 продемонстрировал, что выигрыш регистрировался как у больных с экспрессией более 1%, определялась экспрессия PD-L1 только на опухолевых клетках. Так, еще больше выигрыш при границе отсечения 5%, ну и повышение этой границы более 10% практически не улучшило результаты. Поэтому, ну, наверное, я бы выбрала границу 5%, но для неволумаба по регистрации определение экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках не требуется. Иммунокомпетентные клетки не оценивались. Плоскоклеточный, немелкоклеточный рак легкого, также третья фаза исследования, сравнение неволумаба с доцитоксилом. Такие же кривые выживаемости без прогрессирования болезни сначала не расходятся. Мы думаем, что выигрыша не будет, он появляется позже. И достоверные преимущества неволумаба по общей выживаемости. Вот этот длинный хвост, часть пациентов имеет очень существенный длительный выигрыш от терапии неволумаба. Подгрупповой анализ в зависимости от экспрессии PD-L1. И в отличие от неплоскоклеточного рака, при плоскоклеточной гистологии неволумаб победил доцитоксил независимо от уровня экспрессии. Во всех подгруппах отмечаются преимущества от новой стратегии. Вот подгрупповые анализы верхняя часть – это общая выживаемость, нижняя часть – выживаемость без прогрессирования болезни, соотношение рисков. Черненькие кружочки – это неволумаб, красненькие – доцитоксил. Мы видим, что если при неплоскоклеточном раке при отсутствии экспрессии выигрыша нет, почти нет от неволумаба, с увеличением экспрессии выигрыш увеличивается, то при плоскоклеточном раке легкого выигрыш имеют все пациенты независимо от экспрессии PD-L1. Но еще раз повторю, несмотря на эти данные, по регистрации определять экспрессию PD-L1 для назначения неволумаба не требуется, хотя и желательно. Следующее моноклональное антитело, также зарегистрированное при немелкоклеточном раке легкого – это пембролизумаб, также анти-PD-1, гуманизированное моноклональное антитело. Обратите внимание, класс препаратов иммуноглобулина G4, короткий FC-фрагмент, отсутствует антителозависимая токлеточная цитотоксичность. Вот это типичная диаграмма водопад первого исследования. Вы видите уменьшение размеров контрольных очагов, тот паук, о котором я говорила, длительность эффекта характеризуется. И для пембролизумаба разработана совершенно другая шкала оценки экспрессии PD-1. Как мы уже слышали из предыдущего доклада, опухоль немелкоклеточный рак легкого разделен на три большие группы. Оценивается экспрессия PD-1 только на опухолевых клетках. Группы менее 1%, отрицательные считались, не включались в исследование, от 1 до 49%. И очки более 50% опухолевых клеток экспрессируют эту молекулу. Давайте посмотрим на исследование. Огромные совершенно объединенные данные. Исследование второй-третьей фазы. Пембролизумаб в сравнении с дотстокселом. Во второй и более поздней линиях терапии немелкоклеточного рака легкого. Более 1000 пациентов включено в объединенный анализ. Вы видите, это больные, которые включались в исследование с экспрессией PD-1 от 1%. Есть выигрыш, но за границу отсечения принято 50% опухолевых клеток. Эти пациенты при таких опухолях имеют максимальный выигрыш от пембролизумаба. И по регистрации препарат зарегистрирован после определения экспрессии леганда PD-1 на опухолевых клетках. Такие же кривые выживаемость без прогрессирования болезни. Также выигрыш при экспрессии опухолевыми. В случаях, если более 50% опухолевых клеток экспрессируют легант PD-1. Объединенный анализ большой был опубликован в New England Journal of Medicine. И мы видим, что как по выживаемости без прогрессирования болезни, так и по общей выживаемости отмечаются существенные достоверные преимущества пембролизумаба. Причем они регистрируются как у больных, которые уже получали лечение, так и у больных, которые не получали предшествующую терапию. И это ставит нас перед вопросом выбора первой линии терапии немелкоклеточного рака легкого в будущем. А что для больных с активирующими мутациями? Но вот подгрупповой анализ исследований с неволумабом и с пембролизумабом, к сожалению, показал, что у больных с активирующими и GFR мутациями выигрыша от анти-PD-1 терапии по сравнению с доцитоксилом нет. Вполне возможно, потому что, как я уже говорила, нет вот этой мутационной нагрузки, есть драйверная мутация. Так ли безопасна эта стратегия? К сожалению, нет. Мы сталкиваемся с аутоиммунными реакциями, с иммуноопосредованной токсичностью. Часто регистрируется слабость, сыт, диарея, колит, гепатит или повышение трансаминаз, инфузионные реакции, важное нежелательное явление эндокринопатии, тироэдит, надпочечниковая недостаточность и гипофизит. Достаточно сложные для ранней диагностики, но и нечасто, но очень важное, серьезное осложнение, особенно в отношении немелкоклеточного рака легкого, это пневмония. Менее изучены анти-PD-1 моноклональные антитела в терапии немелкоклеточного рака легкого, но, тем не менее, таких исследований достаточно много. На первый взгляд, мне казалось, что эта стратегия будет проигрывать, потому что анти-PD-блокада, анти-PD, так сказать, более широкая. Мы блокируем рецептор на активированном Т-лимфоците, и таким образом блокируем взаимодействие вот этого рецептора как с молекулой PD-L1, так и с молекулой PD-L2. Но оказалось, что молекула PD-L2 играет важнейшую роль в отношении развития иммунной толерантности. И блокада вот этого пути, который вовлечен в иммунный гомеостаз, потенциально повышает риск аутоиммунных реакций, с которыми мы и столкнулись в процессе проведения клинических исследований. Поэтому была разработана стратегия блокады молекулы PD-L1 непосредственно на опухолевой клетке. Мы блокируем ингибирующий сигнал между Т-лимфоцитом и опухолевой клеткой, при этом остается вот этот путь PD-L1-PD-L1. Есть такая транспортная молекула B7-1, которая тоже взаимодействует с легандом PD-L1. И эти работающие пути минимизируют влияние на иммунный гомеостаз. Мы можем снизить или предотвратить развитие аутоиммунных реакций. Давайте посмотрим на первые практические результаты исследований антипи-L1 молекул. Атезолизумаб сравнили с доцитокселом во второй-третьей линиях терапии немелкоклеточного рака легкого. Достаточно представительное исследование, продемонстрированы преимущества антипи-L1 препарата по общей выживаемости во всей популяции. Преимущества регистрировались независимо от гистологии, как у больных с плоскоклеточным раком, так и у пациентов с не плоскоклеточным раком. При неплоскоклеточном раке выигрыш был несколько больше. Эффективность препарата зависела от экспрессии ПДЛ-1 на опухолевых клетках и инфильтрирующих опухоль лимфоцитов. Только для этого препарата экспрессия ПДЛ-1 определялась не только на опухоли, но и на иммунокомпетентных клетках. И при отсутствии экспрессии опухолевой клетки 0, иммунокомпетентной 0, никакого выигрыша от антипи-Л1 моноклонального антитела не зарегистрировано. Но вы видите, что кривые выживаемости не различаются, мы можем смело пациента лечить доцитокселом. Независимо от уровня экспрессии, там разработана специальная система, и очки суммируются в баллы 1, 2, 3. Как у больных с баллами 2, 3 в подгруппах, так и у пациентов с баллами 1, 2, 3. То есть если есть хотя бы какой-то уровень экспрессии на опухолевых клетках или на иммунокомпетентных клетках, антипи-Л1 моноклональное антитело оказалось достоверно более эффективно, чем стандартный подход доцитоксел. Вот так выглядит экспрессия пи-Л1 на опухолевых клетках и на инфильтрирующих лимфоцитах. Этот факт оказался независимым предиктором увеличения общей выживаемости. Экспрессия была связана с генной сигнатурой, о которой мы уже говорили. Генная сигнатура ассоциировалась с экспрессией пи-Л1 на иммунных клетках. И опять-таки генная сигнатура была ассоциирована с выигрышем в общей выживаемости при применении отезолизумама. Огромное количество вопросов получили свои ответы, но еще больше появилось нерешенных вопросов, а также есть у нас и новое направление изучения антипи-Л1 моноклональных антител. О важнейшем нерешенном вопросе уже говорил предыдущий докладчик – это отсутствие единой системы определения экспрессии пи-Ди-Л1 на опухолевых и иммунокомпетентных клетках. У каждого производителя есть свой диагностику, свой стандарт оценки. Как я уже говорила, неволумап, граница отсечения 1%, 5%, 10% и 10% только играет роль при неплоскоклеточном раке и не обязательно определять. Пимбролизумап, наоборот, обязательно, совершенно другая граница отсечения, 50%, оцениваем только опухолевые клетки. Атезолизумап, о котором я только что говорила, антипи-Л1 антитела, оцениваем и опухолевые клетки, и иммунокомпетентные клетки. Опять-таки, своя шкала, свой диагностикум, другой производитель. И еще два антипи-Л1 моноклональных антитела, авилумап и дурволумап, тоже в клинических исследованиях изучаются, и тоже совершенно другие шкалы оценки, но оцениваются только опухолевые клетки. Поэтому пока единообразия нет. Второй вопрос. Будут ли антипи-Л1 моноклональные антитела первой линии терапии? Хотя бы у каких-то пациентов, которых мы можем отобрать путем определения экспрессии, генной сигнатуры и так далее. Ну вот буквально 5 дней назад я получила меморандум о досрочном прекращении исследования пембролизумаба в сравнении с комбинированной химиотерапией. В первой линии лечения, не имел как клеточного рака легкого, пембролизумаб требует отбора больных по экспрессии. Отбирались пациенты с высоким уровнем экспрессии, 50% и более. И вот это исследование было только что, буквально я говорю 5 дней назад, прекращено независимым наблюдательным комитетом, потому что пембролизумаб продемонстрировал достоверные существенные преимущества по сравнению со стандартной химиотерапией в первой линии лечения специально отобранных больных. Но пока кроме меморандума вот этого никаких более реальных данных нет. Все пациенты группы химиотерапии были переведены на пембролизумаб, будем ждать публикации и доклада вот этих результатов. Достаточно новым направлением при немел как клеточном раке легкого, в отличие от, например, меланомы, является комбинация анти-PD-L1 и анти-CTLA препаратов первой линии терапии. В частности, НАСК 2016 года были доложены результаты первой фазы изучения комбинации неволумаба с эпилемумабом. Ответ зависел от статуса курения, опять-таки мутационная нагрузка играла роль. Изучаются потенциальные возможности комбинирования анти-PD-L1 и таргетных препаратов, потому что пересекаются, есть больные, у которых экспрессии PD-L1 регистрируются, и мутации EGFR, вполне возможно, что комбинированные стратегии будут эффективны. Комбинируются анти-PD-L1, антитела и химиотерапии. Как я уже говорила, химиотерапия может помочь в освобождении опухолеассоциированных антигенов, распознаванию, процессам распознавания опухолевой клетки и, соответственно, эффективного уничтожения после активации анти-PD-L1 моноклональными антителами. Таким образом, в результате огромных многолетних исследований мы являемся свидетелями улучшения общей выживаемости больных немелкоклеточным раком легкого. На сегодняшний день анти-PD-1 и анти-PD-L1 моноклональные антитела достаточно широко изучены. Два препарата оба анти-PD-1 моноклональные антитела одобрены для применения при немелкоклеточном раке легкого. Ниволумаб в США и в Европе одобрен европейским медицинским агентством. Пембролизумаб одобрен при PD-L1 позитивном немелкоклеточном раке легкого со своим диагностиком пока только в Соединенных Штатах Америки. Монотерапия анти-PD-1 анти-PD-L1 моноклональными антителами продемонстрировала улучшение клинических исходов, по крайней мере, в рандомизированных исследованиях третьей фазы по сравнению с ДОТС-такселом. Достоверный выигрыш в общей выживаемости независимо от гистологии. И в ежегодном докладе Американского научного общества клинических онкологов о достижениях в нашей борьбе против рака, в прогрессе, в нашей работе иммунотерапия была названа прорывом и была названа важнейшим достижением онкологии за последний год. Благодарю за внимание. Спасибо огромное.